а теперь давайте приступим уже к работе я намочу кисточку и увлажню сделаю влажным лист можно быстро окунуть его в емкость с водой или под краном намочить с двух сторон но держать недолго потому что иначе он будет долго сохнуть когда мы работаем по мокрому лист можно и надолго опускать воду он тогда дольше будет сохнуть и ваша краска по по мокрой поверхности будет растекаться долго но мы сейчас не будем с вами сильно его увлажнять для того чтобы чтобы он просто побыстрее высох после нашей работы я беру акварель у меня на готове есть салфеточка которую я буду вытирать кисточку промакивать от лишней воды и готовлю набор акварели вот сюда поставлю я буду брать самые яркие оттенки не буду расположим что все в кадре было видно это один из способов сделать нашего змей цветным вот я сейчас возьму смотрите я долго погладила краску перед тем как использовать ее можно по капельке добавить в каждый цвет но тогда будет тогда краска будет быстрее набираться на кисточку я могу прям сразу несколько пятен поставить и посмотреть как они растекаются после этого я помыла кисточку промокнула немножко чтобы не было много воды на ней и возьму какой какой-то цвет который сочетается с красным красный хорошо желтым можно сочетать или с каким-то бордовым оранжевым будет чистая чистый переход цвета да такой нас насыщенные яркие оттенки будут вот я сделаю допустим красные оранжевые пятнышки это у меня такой теплый желтый можно там где такой холодный красный вот сейчас я сделаю вот здесь такой розовый да видите есть теплый красное есть холодный красный это не значит что они по ощущению вы дотронетесь и замерзнет рука нет это просто название цвета он на холодные цвета это те которые которыми можно изобразить лед или воду а теплые цвета те которыми можно изобразить солнце огонь и вот те цвета в которых больше синего а вот в этом в розовом если в красный вот такой вот малиновый чистый добавить синий он будет вот таким вот розоватым видите такой в общем это холодный цвет а вот этот потеплее он ближе к солнышку и вот холодные цвета между собой хорошо сочетаются например холодный синий ведь холодный с розовым вот таким вот хорошо смешиваются и получается допустим если эти цвета смешать будет сиреневый такой оттенок или фиолетовый сейчас я после каждого цвета я мой кисточку и про промакиваю ее на салфетке вот видите если они смешаются получится фиолетовый цвет а если я давайте я покажу вот этот красный теплый возьму да и смешаю его с тем же синим получится не очень чистый цвет он такой серый фиолетовый получится вот смотрите он почти коричневый серый фиолетовый да вот этот поярче цвет получается вот вы можете поэкспериментировать и просто разные цвета ставить я вам так рассказываю чтобы интересно было на чтобы ваши цвета были чистыми но постарайтесь не смешивать красный зеленым например это тоже цвет будет не очень яркий если вы смешиваете холодный красный синий будет яркий цвет красный с оранжевым или желтым тоже будет яркий цвет желтый зеленым будет яркий цвет ну вот смотрите я уже заполнила весь лист а вы по вы можете его заполнить и отложить в сторону чтобы он подсыхал вот оранжевый синим тоже не будет очень ярким цветом но мы можем сделать его опять через вот этот малиновый до малиновый хорошо синим сочетается и оранжевый синим с малиновым хорошо сочетается поэтому его можно посерединке поставить вот так здесь я могу полосочку провести по краешку вот такой у меня получился разноцветный раскрашенный змей но это только часть его давайте посмотрим как можно еще по-другому раскрасить нашего змея и я сейчас взяла плоскую кисточку возьму акварельную краску и поставлю вот такие пятнышки смотрите я делаю коротенькую полосочку короткую короткую с такой раз раз короткую полосочку кисточку под небольшим углом видите как плоская кисточка делает полосочку такую ровную да посмотрите прям уголочки все ровные получаются квадратики этой же плоской кисточкой можно по центру сделать смотрите длинные линии до нарисовать можно второй раз провести если не получается и нарисовать здесь ромбик по центру я могу сделать расстояние побольше и между этими расстояниями добавить другой цвет сначала все сделаю одним цветом я пока тренируюсь вы сейчас за мной не повторяйте пока посмотрите что что я делаю и выберите для себя тот вариант который вам больше понравится потому что смотрите я сейчас по мою потому что кому то понравится вот так квадратной кисточкой делать кто-то захочет только разводы сделать если кисточка перестает нарисовать нужно еще раз намочить ее немножко можно лишнюю капельку убрать и вытереть чтобы убрать лишнюю капельку убрать вытереть а салфеточку вот такой смотрите это получается орнамент а смотрите мы сделали с мамами уже заготовку и можно покрасить эту заготовочку вот так вот краской прям кисточкой видите и сделать отпечаток то же самое можно по-другому и вам покажу как это сделать гуашью я сразу несколько отпечатков поставила и опять можно промокнуть протереть просто салфеткой взять другой цвет любой покрасить я сейчас очень мало беру воды вот и мало беру краски и мало воды чтобы не было грязи да не было лишней краски вот так выпало ну вот смотрите что получается да можно поставить еще точечки вот какой может быть орнамент вот такой круглой кисточкой хорошо делать какие-то круглые отпечатки давайте я покажу может быть уже на хотя могу и здесь то смотрите можно отпечатывать вот так такие пятнышки прикладываем бочком и получается пятнышки не обязательно все это как я сейчас делаю делать на одном листе у вас могут быть или звездочки или пятнышки или квадратики или просто сделать разные змеи один у вас будет в квадратиках треть второй будет в звездочках третий в пятнышках а здесь можно смотреть вот так раз-два поворачиваю кисточку постоянно смотрите вот так вот кисть такой кисточка кончиком смотрит в центр и сделала серединку вот так это можно сделать кисточкой а сейчас сделаем мелками тоже самое сейчас у меня мелкие фирмы санет и и я возьму маленький вот такой кусочек и те же самые квадратики вот нам сейчас бума вода не нужно уже кисточки не нужны те же самые квадратики так я могу сделать вот так вот на бочок кладу мелок и делаю бочком такие квадратики можно также чередовать можно сделать какой-то другой орнамент еще раз повторю вы сейчас за мной не повторяйте сначала попробуйте здесь я могу не ромбик сделать а например в этот раз это будет крестик и в крестике здесь точку есть точку есть точку здесь точку вот такой вариант орнамента здесь . здесь . здесь . и здесь . можно кончиком сделать полосочку до что еще что вот так полосочки сделать и раскрасить я делаю одним цветом а вы можете разными цветами делать менять вот так здесь можно опять же квадратики или вот сейчас я на бочок кладу и сильно нажимаю вот для того чтобы сделать полоску мелком боковинкой нужно нажимать сильно может быть вы попробуете и так и так что вам будет проще и интереснее он мелок можно сломать здесь я вот такую линию сделаю в дуга до этого вариант один да вот так можно а можно просто взять и сделать разные полоски смотрите я сделаю сейчас сначала розовые паник полоски на большом расстоянии одна от другой вот так между этими полосками я возьму другого цвета мелок у меня синий боком виду да смотрите вот у меня он опять сломался будет полосочка тоньше следующее вот так полосочки могут быть совсем тонкие вы можете сделать извилистую полосочку сверху светлого более темным тоном можно поставить сейчас мы будем еще какой-нибудь мелок можно поставить точки каких-то но не везде допустим я только на двух полосках поставлю точки остальные оставлю так смотрите он может быть уже таким может быть вы придумаете какой-то свой орнамент а я приступаю к следующему этапу к сборке если у вас гофрокартон коричневый то с двух сторон вы можете приклеить эти ваши бумажки вот так вот степлером раз и два с одной стороны так с другой стороны по другому можно так можно можно за рисунок сделать как раз мелками сразу на белый и я сейчас сделаю прямо на картоне дело в том что акварель на картоне не очень хорошо видно поэтому я предлагала отпечатки ставить на картоне гуашью а для этого вы на палитру выдавливаете маленькую капельку гуаши совсем малюсенькую вот видите тут связующие вытекает если она вытекает лучше в стороне оставить его нам нужно мало воды и можете растереть сначала кисточкой вот эту вот лужицу не лужица капельку краски растереть кисточкой чтобы она была не густая потому что если у вас густая краска на кисточке будет отпечатки будут неровные потом повозить так чтобы тут прям немного было просто да она может быть будет не очень отпечаток может будет не очень ровным но зато четким вот для этого нам нужен картон на картон гуашь для этого нам нужно гуашь ну вот и остальное я пожалуй сделаю мелками потому что мелки на картоне на этом очень хорошо видны там я могу смотрите вот такие линии сделать вот еще вам вариант орнамента я думаю что я надеюсь что вы придумаете сами дело в том что на занятиях в группе на молодежной где мы занимаемся в москве у нас занятия проходит как раз вот иногда так да когда мы живописную часть делаем потом потом творческую часть и соединяем это все в одной работе а иногда получается так что разные у нас работы у нас проходит какая-то сначала живописная работа мы делаем прям полноценную картинку а потом лепим или или вырезаем склеиваем какие-то подделки из бумаги из пластилина из теста в общем у нас много всяких активностей есть и много разных идей не все у нас есть в интернете но со многими вы можете познакомиться на нашем канале youtube если вы пролистаете то здесь есть видео для разных возрастов а если вы зайдете на наш сайт изосфера точку ру в разделе видео там же по категориям по возрастам разделены они и по ссылкам вы можете найти себе подходящее видео это бесплатно и еще хочу рассказать о том что после окончания марафона у нас будет для участников марафона особый доступ к видео урокам курсу для малышей этот курс будет пополняться и доступ к видео курсу можно купить за 500 рублей в месяц или чтобы тут еще ну и еще для участников марафона сразу после окончания марафона доступ будет достойно будет стоить всего лишь 200 рублей в месяц так что если вы хотите продолжить творить с нами покупайте курс для малышей я художник в нем будут работы мои творческие и живописные для маленьких для самых и нашей нашего педагога инны следующий урок который будет уже в среду вместе проведем урок вместе с сын и и опять же с уроками и на вы можете познакомиться на уроках видео курсах видео уроках youtube на ютюбе потому что там прямо подписано авторство каждого урока кто делает понятно что где уроки мои а где уроки нашего педагога инны так и мы приступаем уже к сборке